Трубчатые балки отличаются значительной прочностью при небольшом весе, поэтому их используют в качестве элементов конструкций, как, например, в этом мостовом кране. Чтобы посмотреть, что происходит с трубой при приложении поперечной нагрузки, мы приготовили бумажные трубки разного диаметра, свернув их из одного листа формата А4 вдоль его длинной стороны. Установим трубку на две опоры, а к её середине подвесим лёгкую баночку. Загрузим баночку свинцовой дробью. Посмотрите, концы трубки уже расплющились, но она всё ещё выдерживает нагрузку. Добавим ещё дроби, и трубка ломается посередине. Предельная нагрузка составляла полтора килограмма. Значит, трубка сломалась под действием силы в 15 ньютонов. При этом бумага не порвалась. Значит, предел прочности материала не был достигнут. Тогда почему же сломалась трубка? Когда к середине трубки приложена сила F, её уравновешивают силы реакции опоры. Под действием этих сил верхняя часть трубки сжимается, а нижняя растягивается. Причём трубка больше всего деформируется под приложенной силой. С увеличением нагрузки верхние слои трубки сжимаются всё сильнее, теряют устойчивость, складываются в гармошку, и дальше трубка легко ломается. Мы промоделировали такую потерю устойчивостью в программе «Живая физика». Сначала трубка упруго деформируется под действием растущей силы. А по достижении критической величины силы верхний слой конструкции надламывается, и вся конструкция рушится. Предельная нагрузка меняется от трубки к трубке. Поэтому для исследования прочности моста надо сделать хотя бы по 10 испытаний для каждого диаметра трубки. Такую работу проделали участники семинара Сибирского турнира юных физиков. Самые тонкие трубки имели диаметр 5 мм и были намотаны из 12 слоёв бумаги. А самый большой диаметр составлял 30 мм. Но у таких трубок стенки были совсем тонкими, потому что состояли всего из двух слоёв бумаги. Вот сводный график зависимости предельной нагрузки от диаметра трубок. Видно, что нагрузку в 5 ньютонов выдержали практически все трубки. А вот под нагрузкой 10 ньютонов мост мог сломаться, какой бы диаметр трубки он не имел. Однако трубки с диаметром около 15 мм в среднем были всё-таки более прочными. Понятно, почему падает прочность толстостенных трубок малого диаметра. В них нагрузки сопротивляются в основном наружные слои, а внутренние слои почти не напряжены, как и в обычной балке. Но почему уменьшается прочность тонкостенных трубок большого диаметра? Посмотрим внимательно, как происходит деформация такой трубки. Для этого мы усовершенствовали установку. Теперь нагрузка приложена к пробке, вставленной внутрь трубки. Постепенно увеличиваем груз. На боковых стенках трубки появились вертикальные вмятины. Они увеличиваются и растут вверх. И когда вмятины соединяются, трубка ломается. Значит, тонкостенная трубка тоже ломается из-за потери устойчивости сжатых слоёв. Но деформируется она гораздо сложнее, чем обычная балка. Недаром теория пластины оболочек является самым трудным разделом науки о сопротивлении материалов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова